Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 30 ноября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. 30 ноября 1854 года только-только ставший правителем Египта Саид Паша предоставил французскому дипломату и инженеру Фердинанду Лисепсу концессию на строительство Суэского канала в Египте. Выбор пал на Лисепса благодаря его дружбе с Саид Пашой, зародившейся еще в 30-е годы, когда Лисепс был консулом в Каире, а французы уже в то время разрабатывали планы сооружения канала. Прошло еще 15 лет, и Суэский канал был торжественно открыт. 30 ноября в 1861 году французский военный пароход «Адектон» встретился между островами Мадейре и Тенерифе с огромным кальмаром. Его тело достигало в длину 6 метров, а щупальца были длиной 18-20 метров. Корабль открыл огонь по чудовищу из пушек, но из-за сильной качки ни одно из десяти ядер не попало в цель. Приблизившись к животному, моряки вонзили в него гарпуны. Чудовище метнулось сначала к судну, а затем от него. Корабль преследовал его, но животное скрылось. Моряки оторвали от его тела кусок мяса весом около 20 килограмм. 30 ноября 1939 года началась Советско-финляндская война. Войска Ленинградского военного округа перешли в наступление на Карельском перешейке. Немедленно было образовано правительство Демократической республики Финляндии во главе с Отто Кусиленом. Но Зимняя война обернулась тяжелыми потерями для Красной армии. Финская оборона была прорвана лишь к марту. В марте 1940 года был заключен мирный договор, по которому к СССР отошел Карельский перешейк. Часть полуостровов Рыбачий и Средний на севере и сдан в аренду на 30 лет полуостров Ханка. О правительстве Кусилена забыли. Олига наций еще в декабре 1939 года признала СССР агрессором и исключила его из своего состава. 30 ноября в 1993 году двуглавый орел был утвержден гербом России. Двуглавый орел, как герб московского государства, впервые появился на печати Ивана III в 1497 году после его женитьбы на византийской принцессе Софии Палеолок. Изображения двуглавого орла, герб византии, соединились с московским гербом, в результате чего на одной половине герба изображался орел, а на другой – всадник, попирающий дракона. В дальнейшем герб носились изменениями. На печати царя Ивана IV Грозного на груди орла стало помещаться изображение Георгия Победоносца, символа московских князей. С 1625 года при царе Михаиле Федоровиче над главами орла появились три короны. После учреждения Петром I русского ордена Андрея Первозванного в герб была включена цепь со знаком ордена. При Павле I в герб было внесено еще и изображение Мальтийского креста. Масштабную реформу герба произвел Александр I в 1825 году. Государственному орлу была придана не геральдическая, а совершенно произвольная форма. Император Николай I уже в 1830 году вернулся к традиционной эмблеме, но дополнил ее гербами царств, входящих в состав Российской империи. Щиты этих гербов располагались на распахнутых крыльях орла. Новой реформой герба знаменовалось и царствование Александра II. Это была чисто геральдическая реформа. Рисунок герба приводился в соответствии с международными правилами геральдики. В 1882 году была учреждена строгая иерархия герба – большой, средний и малый – государственные гербы Российской империи. С этого времени и до февраля 1917 года изображение герба становится незыблемым. После февральской революции 1917 года на печати и денежных знаках временного горительства фигурировал имперский двуглавый орел, но без коронок. Декретом ФЦИК и Совета народных комиссаров, принятым в ноябре 1917 года об уничтожении сословий и гражданских чинов, упразднялись российские знаки различия, ордена, флаг и герб. В 1990 году правительство Российской Федерации приняло постановление о создании государственного герба и государственного флага Российской Федерации. Для организации этой работы была создана правительственная комиссия. После всестороннего обсуждения комиссия предложила рекомендовать правительству бело-сине-красный флаг и герб золотого двуглавого орла на красном поле. Окончательное восстановление этих символов произошло в 1993 году, когда указами президента Бориса Ельцина они были утверждены в качестве государственных флага и герба. 30 ноября 1993 года президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подписал указ о государственном гербе Российской Федерации. Сегодняшний герб России – это новый герб, но его составные части глубоко традиционны. Он и отражает разные этапы отечественной истории и продолжает их в третьем тысячелетии. Субтитры создавал DimaTorzok